Дружба Я руководитель легендарного Дружба И пришел к вам на встречу с вами, друзья Меня зовут Павел Колесник, я То есть я Павел Колесник, друзья мои Ансамбль имени Александра Броневицкого Дружба Меня Феликс Кудашев Ансамбль Дружба имени Александра Броневицкого От чистого истока К прекрасному далеко К прекрасному далеко Я начинаю путь Голос утренний в серебряной росе Слышу голос из прекрасного далеко К прекрасному далеко Не будь ко мне жестоко Будь ко мне жестоко Жестоко не будь Так что все в порядке, друзья О старой песне, а главное Они достойны внимания Слушайте радио Шансон 24 Слушайте и смотрите Радио Шансон 24 Слушайте радио Шансон 24 Интернет-радио Шансон 24 2203 Петроград на проводе Музыка старых дворов Комсомольских строек Мехлет и заснеженных вершин В программе Надежды Маленький оркестрик Белой ночью бегут олени И синеют сплошные льды А на десятой параллели В это время цветут сады А нам не страшен ни бал девятый Ни холод вечной мерзлоты Ведь мы ребята Ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята Ведь мы ребята Семидесятой широты Если надо Значит надо Значит надо Значит будут И здесь сады Пусть метели Пусть метели Пушуют ряд Надо будет Растопенный ты Пусть метели А нам не страшен ни бал девятый Ни холод вечной мерзлоты Ведь мы ребята Ведь мы ребята Да-да Семидесятой широты Ведь мы ребята Та-да Ведь мы ребята Да-да Семидесятой широты Пусть морозы и пусть прироги Пусть сугробы встают в груди Мы проложим пути дороги По законам своей мечты А нам не страшен ни бал девятый Ни холод вечной мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семеньдесятый широты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семеньдесятый широты А нам не страшен ни бал девятый Ни холод вечной мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семеньдесятый широты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семеньдесятый широты А нам не страшен ни бал девятый Ни холод вечной мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семеньдесятый широты А нам не страшен ни бал девятый Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семеньдесятый широты Семеньдесятый широты Семеньдесятый широты Пара-пара-пара-пара Пара-пара-пара Пара-пара-пара Пара-пара-пара-пара Пара-пара-пара-пара-пара Пар-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-п Ты не хочешь начать как раз с историческим экскурсом? — Дело в том, что исторический экскурс, я думаю, что наши гости сами совершат, но что концается легендарной составляющей, я так понимаю, я немножко погорячился. У вас сейчас новый состав, не тот состав, с которым вы работали вместе с Брэдемийским и все время с Идиницей Станиславной Пьехой. — Совершенно тот же состав. — Вот разъясните, тот же состав. — Абсолютно тот же состав, только тогда было больше музыкантов-певцов, потому что позволяли условия различные общественно-политические... — А сегодня деньги не перечисляют? — ...содержать огромный коллектив, я сразу скажу, что кому-то будет интересно. Звонок лет... Ну, мы уже возродили коллектив, тот старый коллектив давно, и вот в то время раздался звонок из Сургута, нельзя ли вас пригласить на День нефтяника. Все знают, что такое День нефтяника. — Особенно Сургут. — Это Сургут. — Я уже не обрался, и, конечно, они назвали крупную сумму за концерт. Он говорит, сколько у вас человек? — У нас было 12. — Я говорю, 12. — Повисла тяжелая пауза. — Я говорю, а сколько вам нужно? — Четыре. — Ну, вы понимаете, почему. — Ну, да, конечно, дорога, гостиница. — И вот сейчас у нас четыре человека, и... — На Сургуту сходят. — Да, еще позвонят. — Ну, это именно те люди, которые работали с Абриньевским... — Я лично работал еще с Эдитой Станиславной. Кто удивлен, то тем я скажу, что дружбе в этом году, в декабре, исполняется 60 лет. — Да, серьезно. — За минусом 10 лет, когда все молчали о ансамбле из-за распада Советского Союза. И, сами понимаете, сколько людей я проработал за это время. Поэтому было из кого выбрать, и вот остались самые... — То есть у вас было несколько составов, да? Которые пережили через год, через десятилетие перешли. — Конечно, конечно. — Но сейчас собралась такая, что... — Ну, как бы сборная из разных составов. — Мне больше всего понравилось, как у нас все-таки нефтегазовая отрасль влияет даже на количество человек в коллективе. — Ну, как же это возможно? — Вот это... — Вместе газовая отрасль на все у нас влияет. — Да. — А на все бюджет влияет. — Нет, что ты говоришь, это... — Вообще сейчас, по-моему... — Да. — А, кстати, вот уже первая областительная... — Яну, девочку зовут. — Может быть, девушка, может быть, женщина. — Что я говорю? — Не сочняю. — Хочу пожелать ансамблю дружбы, великих побед и творческих успехов. — Вы большие молодцы. — Йо-о-о-о! — Нет, то, что мы большие — это однозначно. — Да. — А к тому же еще молодцы. — Итак? — Любопытно все же первый вопрос. Наверное, стоит его задать. Возрождение сейчас, понятно, модно стало. Сейчас таким трендовым стало явлением группы из 60-70-х годов. Ретро-дискотеки стали просто вау-на-ура собирать огромные залы. Но вот ваше желание возродиться в так называемом «золотом составе», оно откуда пошло? То есть привыкли друг к другу, а новые проекты не сработали? Или вот какая была причина? — Скажи же. — Вообще-то новому составу, который возродился, уже 15 лет. — Да. — Потихонечку подобрались, можно сказать, ювелирные дати, да? — Да. — Ну а почему возродились? Были такие лихие 90-е годы, когда наша музыка вообще никому не нужна была. — Да. — Все занимались выживанием музыки. Я ювелирным делом занимался. Коля у нас одного человека нет, он приболел. Он там тоже газетами... — Я же писал писанные тексты для разных групп. — Ну а в душе было желание, ну, по призванию артисты. — Тем более песни-то оказывались востребованы. — Ну вот Андрюша обзвонил однажды всех. Андрюша от всех обзвонил, и появилась такая идея вот собраться и попробовать вспомнить. И все получилось. — Да. — Я помню дело в том, что когда впервые с ретро-песнями стала выступать группа, которую «Доктор Ватсон», и они одни из первых стали пролагать такую дорогу в современной эстрадной музыке тех шлягеров 60-70-х, вдруг выяснилось, что эта музыка востребованная. Я знаю, что одна группа, которая появилась как вместе с вами, они подумали, а зачем нам молодежь, условно говоря, творческую гонять с нашими же песнями, если мы, вот мы, те самые, которые эти песни поем, тогда мы будем эти песни петь. Так что, то, что называется, карта легла ваша? — Ну, «Доктор Ватсон», они немножечко другим форматом работали. Они брали просто фрагменты песен, да? — Попури. — Попури делали, да. — У нас другое. Мы вспоминаем и делаем песню по-новому. — Ну, собственно говоря, во-первых, это ваше. Потому что «Доктор Ватсон», они боялись, они же в каком-то мере, отчасти были первопроходцы, потому что малый вдруг не покатит, вдруг не пойдет, народ не примет. Поэтому проще покурить, нежели делать развенную эту серию программу, потому что они останутся, условно говоря, на сцене больше людей, чем в зале. А оно вот взяло и пошло. А вот что касается ретро. Дело в том, что благодаря современным коммерческим радиостанциям, которые даже делают установку на ретро-музыку, но из-за того, что слишком быстро-быстрый такой темпорит на современных коммерческих радиостанциях, то понятие ретро, по-моему, оно очень, по-моему, глубокое убеждение, оно несколько так это спрессовалось. И сейчас, условно говоря, музыка, под которую плясали пять лет назад, она сейчас уже звучит на ретро-дискотеках типа ретро-музыка. То есть получается, что ваша музыка — это уже даже предретро. — Это вечно зеленая песня, как говорится. — Собственно говоря, да. — Музыка динозавров. — Нет, Ленка. — Динозавр, да. — Соловьев. — Соловьев. — Седых причем. — Соловьев. — Но то, что она вечная, это ощущается по востребованности, потому что эта музыка звучит на самых разных радиостанциях и не только на ретро-радиостанциях. А вот сейчас нынешняя востребованность, она вот какова она сейчас? Что она из себя представляет? Дергают вас помимо нефтяников еще кто? И кто вас дергает? — Нет, конечно, но сейчас резко отличается рынок, что ли. К искусству нехорошее слово, но все равно иначе не скажешь. Он по-другому работает. Если, когда мы работали еще с Эдитой, кто-то подходил и спрашивал, сколько у вас концертов в месяц? Имелось в виду сольных. Мы говорили 22, а там говорили, сколько? Это считалось очень мало для известного коллектива отыграть 22 сольника. — В месяц, да. — В месяц. Потому что работали 30, 35, 40 концертов. — По несколько концертов в день, поэтому и складывается такая большая цифра. — Сейчас, конечно, меньше, намного меньше. Но все развивается, все идет вперед. — Ну а об востребованности, допустим, далеко ходить не надо. Позавчерашний концерт сольный, да? — Да. — Кстати, как прошло? — Полный зал. — Полный зал. — Это было очень приятно. — Причем это такой серьезный зал. Дело в том, что в центре залов, которые находятся между стадионом и между БКЗ, вот рядом с БКЗ, там тысячи, полторы тысячи, две тысячи, их сравнить там мало. У нас или четыре тысячи, или сразу ледово подавая. Так что какой-то такой серьезный, но средний полторы тысячи, их в центре мало. — Притом именно этот зал и его руководство, это культурный центр же ГУВД. — ГУВД, да, совершенно верно. Наши горячие поклонники, они не бывают этого слова, и руководство, и весь генералитет. — Пользуясь случаем, привет. — Пользуясь случаем. — Преданным поклонникам горячий привет. — Ну что ж, давайте, я думаю, прервемся на музыку. — Послушаем. — Проиллюстрируем еще раз ваше творчество, а потом вернемся и продолжим на наш общение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы обветрены, мы просолены, нам шторма нипочем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волны бесятся и по месяцу не увидишь земли Пусть на палубу небо падает, все идут корабли Эй, сварка видана, эй, переведана Пусть на палубу небо падает, все идут корабли Эй, сварка видана, эй, переведана Пусть на палубу небо падает, все идут корабли И в Италии, и в Бразилии побывали с тобой Солнце вроде бы в изобилии, только тянет домой Эй, сварка видана, эй, переведана Солнце вроде бы в изобилии, только тянет домой Не туристы мы, но на пристани мы подолгу стоим Воздух родины, он особенный, не надышишься им Эй, сколько видана, эй, переведана Воздух родины, он особенный, не надышишься им Эй, сколько видана, эй, переведана Воздух родины, он особенный, не надышишься им Воздух родины, он особенный, не надышишься им МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, продолжается программа «Надежды. Маленький оркестрик». И у нас в гостях «Вия Дружба». Собственно говоря, «Дружба» имени Александра Броневицкого. А я бы еще дополнил, не «Вия» на сегодняшний день, а «Ансамбль». «Ансамбль»! Ну да, дело в том, что это известный факт, что в свое время один из бухгалтеров для того, чтобы вписать, чтобы все получали, один из ансамблей должен был весь получать зарплату, что это значит ансамбль, кто конкретно. Поэтому придумали какой-то такой козуистичной формулировкой вот эту штуку, вокальный инструментальный ансамбль. Это не потому, а потому что это сделано было, чтобы лучше жилось артистам советским. Потому что вокальный ансамбль – это одно. Инструментальный очень мало людей бы получали. А каждый музыкант в «Вия» получал за вокал свою зарплату из-за пения, из-за игру. Комбинирование было такое. То есть да, это два… Козвеставки. Ну я думаю, что сейчас самое время, самое место, самое время перейти к теме, которую наверняка слушатели, наши потенциальные телезрители с канала YouTube обязательно захотят поднять. Это дружба и въеха. А в каких отношениях вы сейчас находитесь? Понятно, что вы в годы он и находились в хороших отношениях, вместе выступали. В каких отношениях вы сейчас? Я знаю, что был концерт, на котором вы выступали на солевом концерте Дени Станиславовны. Да, это было пару лет назад. Она до этого нас не приглашала, но как-то мы с ней часто встречаемся на сборных концертах. И однажды она… Мы свалили сразу после нее, и она ушла за кулису и решила послушать, как они все-таки поют. Что это за люди такие? Они – это вы. Да, да. И потом кто-то нам позвонил, я уже не помню, из ее… Окружение административное, скажем так, да. Говорят, вы слушайте, идите, так понравилось, как вы звучите. И она вас хочет пригласить, и у нее был сольный концерт в Тябовском зале, и мы там спели несколько песен отдельно. Так что… А вместе? Нет, вместе пока нет. То есть уже совсем в росте, да? Вместе у вас уже не получается выступать? Нет, нет. Она уже идет своим путем, она выступает одна. Вот. И даже после этого, она знает, что я в свое время писал песни с Александром Броневитом. Она заказала мне текст для своей песни. И сейчас она ее поет. Песня называется «Взбудется все». Вот. Так что вот отношения вполне хорошие. И главное, что мы всегда относились к ней как к великой женщине, которая популярна 50 лет подряд. Популярность не падает. Это говорит о том, что она замечательный талант, замечательное трудолюбие. Все, что мы можем сказать. По поводу концерта, кстати, еще одно сообщение пришло. Огромное спасибо за концерт 20 марта. Спасибо, что вы еще выступаете, сохраняете до нас с двух того времени. Галина присловлена. Мы рады. Пламенный привет Галине. Девчонки-то любят вас прямо, а? Но мы же мальчишки, потому что… Что касается действительности, Станислава, вы знаете, недавно беседовали с Александром Сергеевичем Зацепиным, и как-то стал вопрос о причине все же расхождения с Пугачевой. На что мне понравился Зацепин сказал, «Знаете, мы как-то тут повстречались на Первом канале с Пугачевой, и положив друг другу руку на плечо, решили, ладно, старая, давай не будем теребить старая, по какой причине остались? Неважно, главное, что мы сейчас здесь, что мы есть. Ты хорошая певица, я хороший музыкант, давай вот договоримся». И вот они решили, что называется, кто старая помянет, тому глаз вон. Я так понимаю, что у вас какое-то такое, что-то подобное с Пьехой произошло? Да, нет, ничего не произошло. Дело в том, что она просто же покинула самодружба. Да, но она же покинула не с частью дружбы. Да, с частью дружбы. Но дружба-то, название дружбы осталось при Броневицком. При Броневицком, потому что те люди, которые ушли с ней, они не назывались уже дружбой. Это был просто Эдита Пьеха и ансамбль. И ансамбль. И ансамбль. Вот поэтому там никакой ссоры не было, тем более, что мы тогда были все абсолютно молодые. И, может быть, она нанесла травму негневольно. Я еще говорил, что интересно было, почему. Потому что мы когда беседовали, вот было дело с Эдитой Станиславом, она выдала свою версию, почему это произошло. И, вероятно, она лукавила или пыталась что-то такое придумать. Она сказала, что Броневицкий, она сказала, что сам виноват. Сам виноват. Потому что он из меня вырастил серьезно сильную вокалистку, которая может сама выступать. И, по большому счету, «Дружба» — это тоже был сильный достаточно вокальный коллектив. И получалось, что «Дружба», благодаря тому, что выросла сильная большая вокалистка, он все время отодвигался на роль такого большого серьезного компаниатора, что само по себе выглядело несколько, но не совсем справедливо по отношению к ансамблю. То есть получается, что было, как в фильме «Душа», который вышел с Софией Ротару, когда группа взбунтовалась и сказала, «А мы-то при вас кто?» Встали и ушли. Нет, такого совершенно не было, потому что мы, хотя «Дружба» или, допустим, шесть человек на сцене, вокалистов, каждый выступал сольным номером. Работали мы первое отделение, а Эдита второе с нашей поддержкой. Но она настолько была красива, очаровательна, ясуальна и замечательно пела, что мы не могли подумать о том, как это можно разорвать и в чем-то упрекнуть. Никогда. Нет, никогда, никогда. Пронимецкий имел на это право. Они вот разошлись там, он очень страдал от этого. Но дружба осталась при нем. Тут же нашлась замена. Да, кстати, здесь Санислав говорил, что Бронимецкий тут же нашел солистку, которая по всем вокальным данным напоминала Пьеху. Вот насколько это правда. Ну, до этого еще выступал, может быть, вы помните, а может быть и нет, был такой Александр Троевский. Да. Троевский года три, наверное, работал, вот как бы вместо Эдита. Ну, не вместо, но на месте основного солиста. Он обладатель Братиславской лиры и так далее. Не больше и меньше, серьезный вокалист. Да, да. А потом появилась вот Ирина Романовская, очень хорошая певица, тоже лауреат, с лауреатом столом. У нас прям такая серьезная передача выходит, что мы прям... Историческая, с историческим уклоном. Я не предполагал, честно говоря. Я как-то так... А что ты предполагал? Что мы в Плесовую пойдем? Сейчас пойдем в Плесовую. Ну, мы можем что-нибудь ей рассказать такое. Не, на самом деле, все здорово. Я хотел по поводу дружбы как раз, потому что я имел, к сожалению, в некоторых случаях... А почему к сожалению? Сейчас объясню, потому что, о чем я говорю, имею честь быть знакомым с некоторыми тоже, в свое время участниками на ансамбле дружбы, такие, как Юрий Капитанаки, как Анатолий Савченко, Царство Небесное, который вот два года назад умер, замечательный аранжировщик, гитарист. Вот это... Я тебя перебью. Вот как раз вот песню для Эдиты «Сбудется все» я написал на музыку Толи Савченко. Толи Савченко. Вот замечательный человек, он отаранжировал мне два моих диска. Ну, в общем, и человек очень хороший. Вот с другими участниками коллективов тех, ну, разных периодов лет, потому что, я так понимаю, что в дружбе же много музыкантов прошло эту школу, да, этого ансамбля. Вы еще поддерживаете отношения? То есть созваниваетесь, общаетесь? Может быть, были разговоры там на какие-то сводные концерты, изменения состава там и так далее? Нет, такого нет. Один уехал в Германию и живет. Сейчас пошлем кого-нибудь в Германию за ним. Я вот общаюсь, например, сразу с двумя, которые работают в другом проекте моем. Это Андрюша Курбатов, клавишник. И они тоже при Сан Саныче работали в Броневицком. И Эдик Гаврилов, бас-гитарист. Это мои коллеги. Я дружу с моим старшим товарищем, с арестом дружбы 60-х годов, Николаем Диденко, который воспринял, мы тогда с ними знакомы были в те годы, но он воспринял вот возрожденную дружбу, как как раз и свое родное. И он постоянно с нами общается. На концертах иногда приходит, даже споет что-нибудь. Всегда рад встретиться с Юрой Капитонакей, если ты его знаешь. Юрка, это мой был первый друг за мусором. Сейчас с Александром он уже с 2000, я даю бог памяти, третьего года работать с Александром Яковлевичем, начиная с записи альбома «Странная жизнь». Ну, в общем, профессиональнейший джазовый музыкант. До этого же был ленинградский дикси-лент, скувается он и многое-многое другое. Дикси-фри тоже там же был. Давайте вот на тему концерта очень хочется поговорить, потому что так уж вышло. Обычно мы стараемся передачами предверять концерты, но у нас так получается, что у нас передача в некотором роде... После факта, после концерта. Как немножко отчетная такая. То, что было нашла, понятно, это, наверное, главный показатель успешности концерта. Мне очень интересно, как он был построен, этот концерт, как вы вообще подходите к тому, что вы делаете на сцене, насколько это все, так скажем, анимировано, то есть насколько это шоу, больше, чем концерт, или, может быть, какие-то у вас есть свои приемы, которые вы используете, когда готовите эту программу. Расскажите, пожалуйста, нам и радиослушателю. Ну, прежде всего, хочется отметить, что концерт о двух отделениях. Это значит, мы выходим на оба отделения в разных костюмах. Прекрасно. Уже элемент анимации присущий. Нет, у нас есть действительно замечательные номера, вот в частности, скажем, номер Шаланды, да, потрясающий номер, когда мы одеваем сценические костюмы другие, то есть, да, я вот, например, как немножечко рок-музыкант, да, я надел кожаную жилетку, тельняшку, шляпа, ну, то есть, такие, значит, выходим на такие, просто класс, ребятки, понимаете, народ просто тащится в зале, когда видят этот номер. Это... Феликс вообще одевается в барышню, он Сонечку играет в этом номере. Здравствуй, Соня! Да, Коля Шамрай, который заболел, к сожалению, не приехал сегодня, он исполняет костью, а мы с Андреем поем в основном вот сольную партию, да, как бы, да? Это... Эта сценка, песня... Бендюжники. Придумана была Александра Брымевски, поставлена, потому что он был не только композитором, но и странным режиссером, и этому номеру уже, не знаю, полвека, наверное, и он идет, не сходя со сцены, и народ просто падает со стульев, пытались его запретить несколько раз там в 70-х годах, но дело в том, что, ну, говорили, кабак, ну, потому что, ну, что такое, шарланды полные, кефали, вот это вот все дело, пельняшки расстегнуты, кабак запретить, но у нас страна огромная, и часто говорят, тут советская власть все запрещала, да, они формально, вдруг кто-то видел еще, худсовет запретил, ну, когда мы едем в Иркуск, Красноярск, на Камчатку, там же никто об этом не знает, тогда интернета не было, никто не знает, что где-то в Ленинграде в понедельник это запретили, понимаешь, и мы уезжали на гастроли и играли эту. А номер этот очень созвучен, мне кажется, с номером Утесова, у него была песня «Пароход», где он, правда, един в нескольких лицах, у него и женский был образ, там и капитаны, встречающие, причем-то такое созвучие, ну, в сегодняшней программе нам движение ставил Юрий Хамутянский, это режиссер театра Додина, сценограф из театра Додина, мы его пригласили, и он нас долго-долго мучил, испытывал наше терпение, ну, вот нам, да, он тоже очень увлекся. То есть у вас серьезный подход вообще к формированию того, что на сцене? Очень серьезный. Меня тут унижают наши слушатели, я бы хотел отметить, пишет Илья, что среди поклонников «Дружбы», а также текущего ее состава, присутствуют не только женщины, мужчины среднего возраста. Андрей Борисович, я бы хотел от души выразить вам свое бесконечное уважение и восхищение вашим творчеством. Мы рады, мы очень рады. Вот я хотел... А как зовут? Илья, я же сказал. А, Илья, ты же говорил, да. Так, вот так, что так пишут вам. Двух, два слоя я хотел сказать по поводу построения. У нас вообще ансамбль «Дружба» это серьезный коллектив. Он в свое время, в свое время, если брать там 60-е, 70-е, 80-е годы, он примерно равнялся большому, большому, кировскому, ансамблю Александрова. Это вот был такой вот. Но когда вы работаете в Большом театре, вы особо не можете заниматься разным, извините, не знаю, чем там, дураковалянием. Назовем это так, образно, да? Обязательно, обязательно броневистский, знаете, как его называли? Александр Большевистский, вы все равно так говорили. Потому что он считал, вот сейчас об этом говорят, давайте встречать 70-летие победы, давайте все-таки будем думать, что мы вот, это наше государство, держава. Он вот об этой державе все время думал. он писал замечательные лирические песни о любви, но он вот считал, что обязательно нужно, чтобы была ниточка, ну, две-три песни за два деления, но нужно показать, вот наша позиция. Правильно, я говорю, у Александра Александровича была гражданская позиция, честно исчезла. И вот этим мы отличаемся от позиций. Так, я еще одно сообщение почитаю, вас что-то заваливает, мужики, я, честно говоря, не ожидал такой реакции. Так пусть заваливают. Мне же обидно, мне не обидно. Светлана приятная. Нет, не мне пишут, а он. И фильм закончится, он тебе напишет. Замечательный ансамбль «Дружба», «Голоса», «Красота», «Юмор», «Интеллигентность», «Тепло», «Добро», «Всё на ура». Была 20.03.15 на концерте. В восторге. Спасибо ребятам. Светлана пишет вам. Ну, знаете ли. Я на эту минуту только музыку могу поставить. Проиллюстрируем, чему так все восторгаются. Вперед! Огни Москвы, как реки разливаются, Огни Москвы, горят, переливаются, Погаснут вдруг, И снова загораются, Огни Москвы. Огни Москвы, как реки разливаются, Огни Москвы, говорят, переливаются, Погаснут вдруг, И снова загораются огни Москвы. Если в самолете ты летишь, Если ты к столице приближаешься, Если сверху на Москву глядишь, Значит, что тобою ожидаются огни Москвы. Как реки разливаются огни Москвы, Горят, переливаются, погаснут вдруг, И снова загораются огни Москвы. Огни Москвы, как реки разливаются, Огни Москвы, горят, переливаются, Погаснут вдруг, и снова загораются огни Москвы. Даже если на краю земли, Где чужой звездою небо мечено, Вспомнишь непременно ты вдали Огни Москвы, огоньки родные тихим вечером. Огни Москвы, как реки разливаются, Огни Москвы, горят, переливаются, Погаснут вдруг, и снова загораются огни Москвы. Огни Москвы, горят, горят огни Москвы. Продолжается программа «Надежды. Маленький оркестрик» на радио «Шансон-24». Дорогие друзья, я напоминаю вам, что если вы хотите задавать нам вопросы, а присылать поздравления музыкантам, также вопросы музыкантам, проклятие музыкантам, все музыкантам. Заходите на официальный сайт «Шансон-24.нет». Я думаю, что проклятие сегодня будет звучать наш адрес, что мы забиваем наших гостей. В адрес наших гостей будет звучать исключительно «здравец» или «добрые слова», в том числе и за концерт, который был 20 марта. Но критику тоже принимаем. Заходите на официальный сайт «Шансон-24.нет» и принимайте участие в нашей с вами жизни. В правом нижнем углу экрана удобнейшее, прекраснейшее окошечко, куда можно написать свое сообщение, написать свое имя. То есть в одном месте нас слушать, а в другом месте можно что-то такое... Тиму вырежем. Написать свое имя и, собственно говоря, отправить. Мы его тут же увидим на экране специального компьютера, такого модного, навороченного, и будем отвечать на ваши вопросы. Также присылайте смс на номер 8-921-950-2370. Меня зовут Родион Варежкин, мой соведущий Дима Московский. Вперед! И Родион Варежкин. И насчет вырезки, которого самого забанили в одной социальной сети. Забанили. Предлагает вырезать. Кто-то стуканул, меня забанили. Эй, добрые люди всегда найдутся. Виа-дружба в гостях у нас. Виа-дружба. Ансамбль. Да, и не просто ансамбль, а имени Александра Аброневицкого. Вот упопытно вот эта история, которую мы сегодня с вами провентилировали в начале эфира, о том, что вы официально ее получите. Просто назвали, да? Не просто вот взяли и написали. А это официальная часть. Вот как это произошло? В двух словах только скажу, чтобы не тратить. Мы получили это наименование имени. В результате заседания комиссии при губернаторе Петербурга и специальная комиссия, которая дает наименование улицам, площадям, а также и творческим коллективам не название их, а вот если имени кого-то. Утверждает его официально, если ваше имя, то он ваше имя. Некоторые об этом не знают. Специальное прошение, как ты, бумагу написал нам Андрей Петров от Союза композиторов, написал, всегда забываю, был, сейчас ушел из жизни, народный артист, балетный председатель Союза концертных деятелей. И вот с этими бумагами мы пришли в эту комиссию, она все это рассмотрела, и получили абсолютно официально. А если, для чего это было нужно? Кто-то мог претендовать на это имя? Или вот зачем нужно было так вот официально закрепить все собой? Мы об этом даже не думали. Просто нам уже очень хотелось вернуть вот ближе к себе, честно говоря... Подтянуть историю. Да, подтянуть историю, как будто вот Александр Александрович здесь рядом с нами. А вот подтягивая историю, разрешите поинтересоваться, а почему так вот все-таки в те годы, он и золотые, не сложился у вас контакт с мужским вокалом? То есть это привычка уже была, что должна быть женский вокал, или как? Вот то, что шла пьеха, пришел солист, и как-то вот не срослась. Ну, это была воля основателя коллектива. Он, очевидно, нет, вот был, после ухода Эдита, был сначала лидер мужчины. Ну, да, да, конечно, да. Троицкий долго был солистом. Долго был, да. А потом, ну, вот он так вот привык к этому. А мы решили, когда мы возрождали коллектив, мы решили, что мы вернемся к 56-му году, потому что основание-то коллектива было мужское, а Эдита пришла там на год позднее. Надо было таким дополнением, таким вторым, что же называется, составом. Да. Ну, как у вас в концерте было, что первым... Да, ну, потом она выросла у великого человека. Да, это непопытно, да, кстати, да. Ты хотел что-то вспомнить. Веселое рассказать. Веселое. Да, мужики, расскажите, что-нибудь веселое. А то мы как-то это... Вообще, очень приятно, что мы смогли реанимировать, если можно так сказать, дружбу, продолжить дело нашего учителя. Хотелось бы просто рассказать, какой он был сам просто. Такой скоростной человек, энергичный. Только такой человек мог быть главным в коллективе, так, чтобы его все слушали. И, конечно, авторитет был беспрекословный. Но почему он такой был? Потому что, наверное, природа, он идеальный холерик просто. 100-процентный, даже 150-процентный холерикус. На месте никогда не сидел. Реанимировался буквально за 5 минут. Мог лечь на диванчик так, уснуть, проснулся и опять готов к работе. За ним просто следить невозможно было. Он мог лежа на берегу, в море, буквально за 3 часа, расписать все партии, все инструменты. И вечером уже люди разучивали. На другой день уже песня готова. Не выучил, он толкнет, давай, беги, пой. Как вот, бросают ребенка в воду, и он поплывет. Ну, его лучше была поговорка, он говорил, концерт лучше и репетиция. Да, да, да. Вот это у него своя методика была. Полчаса, полчаса репетиция, и все, сегодня поешь. Как я пою? Под стрессом человек сразу все запоминает очень быстро. А смешной случай, когда где-то на гастролях мы были, на юге что ли, я к тому, какой он был, в сумасшедшем темпераменте человек. Идем пешком до гостиницы. Ля-ля-ля-ля, все весело, хорошо концерт получился. На дороге лежит коробка. Только он мог побежать к этой коробке и ударить по ней. 50-летний броневицкий. Да, 50-летний броневицкий. Бежит к этой коробке и ногой как дал, а там кирпички подложили. Да раньше шутились тогда. Все, сбил себе ноготь. Продавались такие резиновые, с имитацией под ботинки, калоши. Со шнурками. Вот он выходил у них. Сейчас вспомнил, обязательно должен сказать. На Камчатке, Камчатка, это Япония, там близко, тайфуны. И вот после концерта тайфун пошел. Зима, ветер, все метет. А мы в шапках, и нам местный администратор говорит, ребята, когда будете выходить, хотя я автобус поставлю прямо у выхода, завяжите уши под подбородком. Потому что у нас срывают шапки с людей. Сан Сальченко, что? Я буду там завязывать. Он сделал вот так шаг. Я уже представил. Знаете, как у Кио. Вот шапка есть, а вот ее нет. Никто даже не видел, как она взлетела. Не то, что вот она упала, покатилась. А вот раз, этой ночью, ее не стало. И еще с теми, также с теми, кто не завязал. И люди остались зимой, зимой, при 30 градусах, остались беззимних. Ужас вообще. Слава Богу, автобус подогнали прямо к служебному выходу. Даже это не кума. Возвращаясь к кирпичу. Это интересный момент. Я серьезно. Родион, я думаю, ты, может быть, не помнишь, но Балахок мы еще кроме кирпича в те годы брали кошельки, знаете, вот такие вот дамские. Да-да-да, и к нитке привязывали. Нет, с ниткой привязывали, это шапокляк привязывало. А люди делали как? Открывали его? Открывали его сотку, значит, гвоздь и прибивали изнутри к асфальту и закрывали. Дарод подходит. И никак оторвать его просто не может. Что-то в ранней дружбе, когда еще до меня, до меня в 60-е годы, был такой Леонид Лохвердо по прозвищу Рыжий. Он жестокие шутки устраивал. Он возвращался со сцены первый, и у него были подготовлены гвозди и молоток, и он чьи-нибудь ботинки, оба ботинка гвоздями прибивал к полу. Как кошельки. Я клянусь вам, это его били за это. Да, да, да. При тогдашнем дефиците на хорошую обувь подливать ботинки. Да нет, да, ну все равно на госсуле там может кто-то в одних ботинках выехал. Собственно говоря, да. Да, да. Представляешь, да? Конец тура уже, да, и он уже не выходит, он уже ползается. Остается, первое, все еще номера. Песня остается с человеком, причем что-то непосредственно по гребенке. А даже Бодевицкий мне говорил, ты знаешь, Феликс, если бы я не был музыкантом, я бы обязательно стал клоуном. То есть он хотел быть клоуном, и все. И вот где-то в Выборге зашли в магазин, он подошел к прилавку, но там лежали яйца, он говорит, что яйцо берет, это продаж девчонка, лет 18. Он так, он дяденька такой, ну седой, подошел, раз, так яйцо, раз, и нет, и ух, и ух, и ух, и ух, и ух, и смотрит, как я, не знаю, вы меня так совсем без яиц оставите. Теперь, когда мы узнали, каким образом организовывалось питание коллектива «Дружба», мы можем перейти к следующей песне, послушаем еще одну замечательнейшую песню в исполнении ансамбля «Дружба». Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть, «Дальний путь собрались мы», а в этот край таежный только с самолетом можно долететь. А ты улетающий, так самолет, сердце свое береги, под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгой точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты улетающий, как самолет, сердце свое береги, под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там снегами ветры, да снегами лифт, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что небогатым, чтобы все богатства взялись под земли. Главное, ребята, сердцем не стареть, если что придумали до конца до петь. Дальней бы собрались мы, а в этот край наежный только самолетом можно долететь. А ты улетающий, так самолет, сердце свое береги, под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Маленький оркестрик надежды. Мы продолжаем программу надежды маленький оркестрик. Говорю, у нас это самый надежный, самый маленький оркестрик. Сегодня здесь группа Дружба на все времена. Родион Вариш и Маленький. Дмитрий Московский. И мы занимаемся сейчас представлением друг друга. Кстати, переходя к дню сегодняшнего... Сейчас, подожди секундочку. Это ансамбль Дружба. Кстати, тут нам пришла еще одна послание. Я ее прочитаю, потому что это нам стало дебоси. Спасибо вам, Родион и Дмитрий, за вашу программу, за то, что вспомнили творчество Александра Броневицкого и его ансамбль Дружба. Это так, кстати. Они уже не очень рады. Сейчас еще прочитаем. Это Светлана. Очень, Света тоже пишет, очень люблю и уважаю творчество ансамбля Дружба. Спасибо вам. Алла Верде, огромное спасибо Светлане за внимание к нашей передаче, за внимание к нашим гостям. Я уже ребятам нашим дорогим читаю. Очень люблю и вашу ансамбль Дружба. Спасибо вам огромное за ваши песни, пишет Света. Замечательно. Вы довольны? Нравится. Теперь-то, ваша душенька довольна. Процитируем мы одного из них. А за вас-то как раз? Я так вспомню, чтобы не удивляйся, что мы так не кричим особо так «Ура!» Вот в те годы еще, в те годы, вот те, до, я заступил, мы выходим из театра эстрады в Москве после концерта и стоят вот так два ряда, человек может, 200-300, в основном, молодые девочки, и они, они вот, знаете, так, начинают хватать, мы проскакиваем туда, ну, вроде как, как с Битлз было в Англии. работали на разрыв в прямом смысле этого слова. И мы забегаем в автобус, и они лезут со зверскими, зверскими лицами в автобус и не дают закрыть двери. Вот так вот схватили. А они просто перепутали с каким-то номером? А у нас, а у нас была женщина маленькая-маленького роста, директора Семена, у нее была сумочка, а в сумке суточная, ну, может быть, не все помнят, что это такое. Гонорар музыкантов. Ваша финансовая основа, скажем так. Это значит... То есть не гонорар, а суточная, как бы, помощь, в командировке выплачивались дополнительные деньги, да. 20-60 тогда это было. А поскольку деньги чего-то стоили, то было мелочи. Тяжелые рубли, сумка была набита вот этим металлом. По голове. Не по голове, она кричит, девочки, отпустите двери. Они, ну, экстаз, вы понимаете? Вот они не отпускают. Она берет эту сумку, ну, килограмма три, наверное, весело, и бьет им по пальцам. Ужас какой. Мы аж все вздрогнули. Начинает бить вот так по этим пальцам, только тогда они отпустили. А ехать надо. Зато память остались. Отбитые пальцы. Километр через три на скорости 80 км в час окровавленное тело без пальцев. Уважаемые, дорогие наши любимые радиоведущие, вот сейчас вы услышали вот эту всю историю. Я вам не советую запрыгивать на автобус к консамблю дружбы, потому что могут побить без пальцев. Мы теперь в машине ездим. Автобусы дорого заказывать. Да. Не прокалывайте им колеса, пожалуйста. Итак, у нас остаются дорогие наши гости очень мало времени. Буквально вот минуточек пять у нас это останется. Может быть шесть. Я думаю, что можно это освежить один вопрос, который, собственно, как человек, который регулярно кино и телевидение, честно скажу, упустил одну тему, но она сейчас... А не нашли лучших журналистов Санкт-Петербурга. Ай, спасибо, Родион. Тебе похваление наркопопольза. Главный редактор журнала Камильфо. Да, спасибо. Так вот, дело в том, что на днях, объявить даже не на днях, наверное, эта история длится давно, но год или два о том, что сейчас идут съемки сериала Эдита. У нас как-то центральная телевидение вдарилась в так называемый Жанна Байопика. Сейчас вот на первом канале идет Орлова и Александров. Ну, можно по-разному к этому делу относиться, но факт остается фактом. Вдарились, выкапывают различные интересные истории, как считают сценаристы из жизни известных людей. Вот Эдита, принимает ли участие Дружба в этом сериале? По-моему, он уже остановлен довольно-таки давно. А, все-таки остановлен, потому что я помню, что вроде как-то то появляется, да, мы принимали участие, вся съемочная группа приезжала в Петербург в полном составе. То есть они к теме Дружбы обращались, именно к вашей Дружбе? А как же? Всякое может быть. И все вместе встречались, и ко мне домой приезжал режиссер, но там произошла какая-то история, режиссер ушел в другой проект, как здесь сейчас говорят. И, ну, в общем, последние сведения, что остановлен этот сериал. К сожалению. Все-таки, к сожалению, вы бы хотели, чтобы этот проект был? Еще бы, еще бы. Это же... Это наша эстрада. Ну, дело в том, что я к чему говорю. Дело в том, что классика нашей эстрады это само собой-то не подлежит обсуждению и какому-либо сомнению. Но, опять же, при всем уважении к людям, которые сняли фильм Орлова-Александров, но, честно скажу, я ожидал от истории этой вечной любви несколько иного, нежели вот этих каких-то подметных писем, каких-то любовных треугольников. Все-таки Орлов-Александров это не просто какие-то люди, которые ходят, друг другу изменяют, сморкаются, сидят на стуле, едят со стола. Это, конечно, здорово, но легендарные люди предполагают все-таки какую-то легендарность своей исторической подачи. Вот у меня есть такое ощущение, что сегодняшний боепик, так называемый биографический фильм, он страдает вот таким вот излишним натурализмом, что ли, и отсутствием легендарности. Это хорошо, есть Николай Лебедев, который снял фильм «Легенда номер 17». И он действительно легендаризировал достаточно и без того легендарную личность. Вот что бы вы хотели в этом фильме? Каким бы был этот фильм, мы не знаем, потому что... А какой бы вы хотели его увидеть? Каким бы вы хотели? Вот ты и говоришь, чтобы сохранялось уважение к прошлому и брать из прошлого... Мне надо еще к этому интеллигенту подходить. Вот про этот фильм, который мы сейчас говорили. «Легенда номер 17». А, ну в Александре? Нет, нет, нет. Такое ощущение, что первокурсники делают вот это. Задумка первокурсников. Они не готовы, мне кажется, снимать такого масштаба. Или слишком быстро хотят все сделать, так, чтобы это быстрее, быстрее. У нас не серьезный подход. Времени мало остается. Прекрасный вопрос был. Но я понимаю, что мы на самом деле все хотим просто видеть профессионалов во всех сферах. Чем бы они ни занимались? «Легенда номер 17» фильм, который поставлен хорошими режиссерами с использованием очень хороших зарубежных технологий, где соединено все таланты, деньги. Самое главное, и сценарий поставили. Интересно, потому что написать сценарий и снять о человеке, который... хоккей-хоккеисты, это ведь по большому счету не каждому интересно. Не каждый пойдет смотреть хоккей, не каждый будет смотреть фильм о хоккеистах. А здесь поставлено так, что его смотрят и те, кто увлекается хоккеем, и те, кто хоккей равнодушен. Вот так. О дружбе, о пьехе. Может быть, еще вернуться к этому. Давайте не будем так вот пессимистичны. Да, они точно вернутся, ребята, однозначно. Я уверен, что время потребует... Хотел бы застать это время. Да, время потребует. Давайте поговорим совершенно о такой банальной вещи, но очень важной для любого эфира, когда приходят музыканты, артисты. Планы у вас, какие на ближайшее время? Что вы планируете делать? Дима, я перехватил инициативу, да? Нет, 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 нет. Это твое кредо, творческие платы. Итак. Итак, в основном связано со звукозаписью. Вот. Это значит, у нас уже полностью готовы все песни для юбилейного альбома Александра Броневицкого, потому что в следующем году, в 16-м, 85 лет исполнилось бы Сан Санычу. Вот. И осталось только, значит, место, где это произвести, выпустить диски, и потом Материал готовый. Да, все готово. То есть, сейчас уже все сведено, все, мастеринг готов, осталось только печатать, тираж. Напечатать, напечатать. Вот. И потом уже там половину, наверное, мы хотели сначала сделать. Вот третью пластинку. Там уже песни не Броневицкого, а и новые, которые нам написали из старого творческого портфеля дружбы. Ну, который востребован до сих пор и будет востребован в прессе. По концертам, я так понимаю, в ближайшее время пока что не планирую. Ну, мы выступаем так, как все сейчас выступают, где-то, на каком-то корпоративе. Ну, это нормально. И мы встречаемся, мы приезжаем в гостиницу Полковская, нет, не Полковская, на Васильевском острове. Привалтийская. Привалтийская. И мы где-то, кстати, программы, я вдруг слышу оттуда звучит голос. Люди, лыжи. Здесь солнце, песня пьет, я думаю, кто это взял песню Эдита? Костридай, сама Эдита поет. Съезд учителей, и они гуляют после съезда учителей, и там как-то подобралась даже вот такая сборная команда. Пьеха, Корнелюк, Дружба, Гуланова, вот еще кто-то. Вот такие ключевые музыкальные слова всех наших музыкальных десятилетий. Слушал бы, вот не переставая, просто замечательно вышла у нас передача, на мой взгляд, кстати, дорогие наши слушатели, как вам это показалось. Итак, я благодарен за то, что вы откликнулись на мою просьбу, на мою приглашение Павел. Отдельный респект за то, что собрал всех. Я не собирал, я просто предложил, вы, ребята, есть такое. Вот, молодцы, что ответили. Мы готовы всегда выйти, это же выход к людям. И люди, как вы уже заметили, они это видят и они это ценят. На самом деле, большая обратная связь на радиоэфире это нечасто. Для кого мы работаем? Для людей. Итак, сегодня в программе «Надежда. Маленький оркестрик» на радио «Шансон-24». Уже были. Уже были. Но на Ютьюбе останутся навсегда. Да. Все мы вместе. Ансамбль «Дружба». А именно Павел Колесник. Андрей Онекин. Эликс, куда же. И Николай Шамрай. Он все равно с нами, хочу заболел. Николай свалил, злой гриб свалил его. Душой он с нами. Передача наша завершается. Рядом со мной работал, вещал, задавал наиталантливейшие вопросы. Регулярный вывалился с кривой ухмылкой. Да. Замечательный журналист Дмитрий Московский. Меня зовут Родион Варежкин. И как обычно берегите себя и оставайтесь самими собой. Чего бы вам. Всем пламя. Кто же остается? Пока-пока. Человек. Остается, да. Ночью звезды Даль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня Песня Верный Друг Твой Навсегда Песня ู่ 우리 Песня 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 Песни носим в сердце с колыбели, С песней всюду вместе мы идем. Сколько песен мы любимым нашим спели, Сколько мы еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, На любой дороге, в стороне любой, Песни ты не скажешь до свидания, Песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь до свидания, Песня не прощается с тобой. Блюды, холод, песня нас с тобой согреет, Жаркий полдень будет, как вода. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, Тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояния, На любой дороге, в стороне любой, Песни ты не скажешь до свидания, Песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь до свидания, Песня не прощается с тобой. Музыка старых дворов, Комсомольских строек, Военных лет и заснеженных вершин В программе «Надежды. Маленький оркестрик». Песня не прощается с тобой. Продолжение следует...